Распаковка робота Вау Ви М.А.И.П. Неизвестный какой-то робот, в отличие от Би-Би-8, который всем известен, особенно после просмотра седьмой части Звёздных войн, но игрушка разочаровала. Функционал никакой. Как правильно заметили мои зрители, это не валяшка 2015 года, ну или там, не валяшка из Звёздных войн. Проектора нет, у него даже динамика нет. Не он пищит, пищит телефон. То есть телефон воспроизводит звуки, которые типа издает этот робот. Вот, дети мои им играть не стали, посмотрели 5 минут, как он ползает где-то под диваном и пошли заниматься другими делами. В общем, разочарование, несмотря на то, что просмотров, распаковка и обзор, думаю, наберёт много, ведь там же есть слово Star Wars и робот Би-Би-8 из Звёздных войн. А вот это Вау Ви, ну мне лично неизвестная компания, хотя я знаю, что они достаточно много производят игрушек в интернет-магазине. Посмотрел, вот так вот выглядит этот робот, этот более-менее на человека похож. Что умеет этот робот? Ну, кататься. Он самобалансирующий от себя на двух колёсиках, но этим уже никого не удивить. Сейчас по Шенчженю, например, ноги перемещаются на двухколёсных транспортных средствах, точнее, одноколёсных, чё я уж это, и нормально балансируют. Противые так вообще я уже молчу. Открываем робота из... А, о, вот как он открывается, оказывается. Отвёрточка сразу есть, батарейки можно ставить или аккумулятор. Я, честно говоря, по описанию немножко не понял. Как-то там немножко сумбурно написано, и зарядное устройство есть для аккумуляторов, и про батарейки, про четыре штуки что-то написано. Сейчас посмотрим. Инструкция. Быстрый старт. На русском языке, скорее всего, здесь нет, в отличие от BB-8. Вот он реагирует на движение, то есть у него есть датчик, руку подносим, он назад отъезжает, какие-то жесты понимает. И как его отсюда достать? Всё заклеено, чтобы во время транспортировки не отвалилось. Вот этот робот, мне кажется, детям должен больше понравиться. Открываем. Тут ещё такая вот подставочка. Не знаю для чего. И вот такой вот робот. Прикольный. Если просто поставить, наверное, упадёт. Конечно, батарейки надо втыкать. А вот здесь вот отсек для батареек. Ну-ка, может, есть что-нибудь. Нет, не оживает. Комплект поставки. Робот, отвёртка. А, вот это. Я понял, что это такое. Чтобы он вот так вот стоять мог. И инструкция, больше ничего нет. Коробочку вы видели. Ну что, разберём, вставим батарейки. Работает от 4-х мизинчиковых батареек. Конечно же, время работы очень сильно будет зависеть от качества этих батареек. Вот эти батарейки, например, подарили бесплатно. Купили какую-то там игрушку за 10 юаней, и нам надарили этих батареек штук 10. Может, даже больше, не помню. В общем, несколько пачечек. Значит, от этих батареек работать будет недолго, потому что на халяву хорошие вещи не раздают. Включаем? Чё это было? Хеллоу! Не реагируешь? Привет! Нихау! Эй, ты же типа должен стоять. Хе-хе, чё-то я не понял. Ого! Ай-ай-ай-ай-ай! Тихо! Со стола не упади! Стой! Едь назад! Давай, назад, назад, назад! Не хрюкай! В общем, придётся почитать инструкцию. Так, батарейки я уже вставил. Вот расположение всех элементов, что у него тут есть. Спикер вставлен в зад. Ага! Надо его типа включить и прокрутить колёсико, для того, чтобы включить какой-то режим. Раз режим. Два режим. Вот такие, какие-то вот такие вот режимы у него. Let's go! Синий это основной. Типа, можно управлять жестами. Так, на себя махнёшь рукой, он поедет вперёд. Так вот махнёшь назад. Вот так должен остановиться. Немножко надо наклонить, чтобы он встал на свои колёсики, балансирующиеся. И вот, давай, назад, назад. Вот, едь за мной. Вот. Вперёд понимает, да? А назад вот пока по башке ему вот так вот не дашь. Ну давай, давай, назад, назад. Вот. Стоп. Чтобы поворачивать, надо вот так вот рукой. Раз. Раз. Стой. Видите? Надо ещё долго-долго. Давай, вот так. Раз. Поворачивай. Надо долго и долго учиться управлять этим роботом вот в таком вот режиме. Назад, вперёд. А ещё у этого робота можно руки вот так вот всяко... Ну, как всяко, только вверх и вниз поднимать. Вот так вот. Вперёд, назад. Разворот на месте. Налево, направо, по часовой, против часовой. Ну, вот. Ну давай, танцор диска. Извините, я не могу контролировать, где он будет танцевать. Единственное, что я могу, это предупредить его падение со стола. Инструкция на английском языке всего лишь на нескольких страничках не раскрывает все подробности работы с этим роботом. А приложение, я смотрю, тут вообще, смотрите, что можно. Ну ладно, кататься взад-вперёд понятно. Какие-то банки сбивать. Режим танцора. Ну, вы видели танец. Но здесь, когда включаешь этот режим, ещё можно музыку выбирать. И вообще много что делать. Что ещё здесь есть? Можно нарисовать путь, по которому он будет гонять. И он будет по этому пути следовать. И ещё много-много чего интересного. В том числе есть настройки. Можно, например, повысить, понизить громкость робота. А то он иногда что-то совсем зверски орёт. Язык. Можно переключать языки, но русского, к сожалению, нет. Батарейка села.